Радио Крым Реалий Радио Крым Реалий Гость эфира Друзья, мы, знаете, мы из раза в раз уже на протяжении трех с половиной лет говорим о том, что Крым стал какой-то такой, таким джокером на шахматной доске, который изменил правила игры, который переделал вообще правила игры и на этой шахматной доске. Теперь сегодня весь мир играет в Чапаева, а не в шахматы и не в шашки. Но эта же самая история с Крымом, аннексия полуострова, она изменила в том числе Украину очень-очень сильно, не только Россию и не только сам полуостров. Так вот, об этих всех изменениях, о том, есть ли Крым в украинской повестке, о том, что будет, когда мы попытаемся вернуть, возможно ли вернуться в ситуацию 2013 года, обо всем этом мы будем говорить сегодня в нашей студии. Наш гость Виктор Трегубов, политический обозреватель, шеф-редактор сайта Пётр Мазепа. Виктор, добрый день. Добрый день. Ну, во-первых, для наших слушателей сразу подскажу, что вы крымчанин в какой-то степени по материнской линии. Причем самое, что именно есть вот такая вот нетуристический Крым, Крым такой, не знаю, что ли, работящий, джанкой. Крым перевалочный. Крым перевалочный, да. И для вас тема полуострова, она совершенно не какая-то отстраненная, не какая-то абстрактная. Вы, когда наблюдали за событиями, когда вот вы были на Майдане в 2013 году, вы вообще думали о том, что то, что произошло с полуостровом, оно вообще вам представлялось возможным тогда зимой 2013-2014? Зимой ещё нет, на самом деле. Я просто очень хорошо помню, что тогда вообще вероятность самой войны озвучивалась некоторыми моими знакомыми и рассматривалась как, ну, мною эти знакомые рассматривались как хорошие люди, но немного городские сумасшедшие. Вот человек повторяет, будет война, будет война, ну, точно знаю, будет война. Ну, нормально, может, человек так, не знаю, пиар себе делает, может, он немножко головой подвинулся. То есть в целом человек хороший, но вот говорит странные вещи. Оказалось, что головой подвинулся не этот человек, а другой человек, который сидел в Кремле, а он просто спрогнозировал, как этот человек подвинется головой. И как-то странно удачно спрогнозировал. Это просто любопытно, я вот раз за разом говорю, когда я вспоминаю свои эмоции от 26 февраля 2014 года, когда только появилась информация о российских флагах над крымскими органами власти. Я помню, что первые сутки я вообще не верил, что это россияне. Думал, ну, крымский Беркут шалит или, наоборот, из Киева прислали какую-то группу военных для того, чтобы они дали Киеву возможность вести чрезвычайное положение в Крыму для того, чтобы там сменить власть, которая в Крыму состояла из регионалов. И вот до 27 февраля поверить в реальность происходившего было совершенно решительно невозможно. Я поверил, но мне было проще поверить по простой причине, по очень косвенному признаку. Через моих знакомых по ФБ латвийских ватников, латвийских, не латвийских, латвийских ватников, пошла информация о поездах дружбы, о правосеках. Пошла раскручиваться эта история после ляпа Масейчука, что, действительно, туда едут целые миллионы правосеков, чтобы устроить геноцид русскоязычного населения. И судя по тому, как эту информацию забросили на постсоветскую вату в постсоветских республиках, уже было понятно, что это прицельно забрасывает именно Россия. А если уже началась информационная часть такой кампании, то тогда логично предположить, что зеленые человечки — это тоже не какой-нибудь американский беркут. Тем более, что, опять-таки, там уже было, в принципе, более-менее понятно, что вооружение у них совсем не беркутовское. Ну, я просто помню, 2014 год — это год, когда вот один мой знакомый говорил, что... Да не только один мой знакомый, он говорил, что новости нужно читать каждый час, потому что если вот так пропустить события за 3-4 дня и потом новости одновременно прочесть, то можно с ума сойти просто от количества происходивших. Ну, 2014 год, среди прочего, стал годом триумфа ресурса Пётр и Мазепа, который создавался, может быть, и Загодя, и создавался как ресурс для украинских русских, тех украинских русских, которые пытаются найти себя в независимой Украине. И как раз 2014 год создал ту почву, когда именно этот ресурс оказался, ну, чрезвычайно востребован. Ну, возможно. На самом деле, мне кажется, что 2014 год — он просто для ресурса. Я не могу расписываться четко, потому что тогда я не имел отношения к ресурсу, я его возглавил только в начале этого года, вот, а писать на него начал, соответственно, в прошлом году, а не в 2014. Но тогда он просто перевернул во многом концепцию издания, поскольку тогда издание действительно позиционировалось как издание для украинских, русских, для людей, которые хотят сохранить какой-то там элемент русской культурности, будучи при этом украинскими патриотами. Это пришлось очень резко переосмыслить, равно как и все связи этого издания с россиянами. Вот, от этого пришлось очень резко отказаться, потому что те россияне, с которыми планировалось поддерживать какой-то дискурс, радостно завопили Крым наш. Мы им радостно, ну, собственно, тогда шли держатели ресурса, им радостно завопили, приедите в Украину, кирпичом забьем, вот. И как-то сотрудничество на этом не заладилось. А сегодня Петр и Мазепа — это о чем и для кого? Сегодня Петр и Мазепа — это уже не о каком-то национально-культурном контексте, совершенно не украинских, русских. Сегодня Петр и Мазепа — это скорее о попытке создать, как бы я сказать, украинскую праволиберальную платформу. Именно не в культурном моменте, а скорее в политическом моменте, да. То есть для нас интересны, мы интересны людям, даже не так, не нам интересны людям, а мы сейчас больше интересны людям. Я сейчас смотрю на нашу аудиторию, которые хотят десоветизировать украинские головы в экономическом плане и в политическом плане. Не столько даже в культурном, сколько в экономическом и политическом. То есть люди, для которых, например, такие элементы советских мифологем, как государство, не должно, государство должно все контролировать, государство должно лезть во все сферы жизни, не считая национальную безопасность, но вообще во все, для которых это уже неприемлемо. А какая идеальная модель взаимоотношений между государством и гражданином, по мнению Петра и Мазепы? — Ну и наша политическая платформа, на самом деле, близко к политической платформе нашего читателя, близко к американской партии, вот плюс-минус, и к ее внутрипартийному уже дискурсу. То есть идеальное модель взаимоотношений государства и гражданина, когда государство гражданину не мешает, и более того, вежливо ему отвечает, что вот в этих, в этих, в этих вопросах ты, гражданин, должен помочь себе сам, а мы должны только создать условия. — Я просто помню, в 2014 год Москва очень активно транслировала все происходящее в Крыму и на начавшемся вслед за полуостровом Донбассе, как войну, в том числе, этническую. — Я помню, что вот эта вот трансляция идеи о противостоянии по языковому признаку, по религиозному даже, хотя я не знаю, где они этот религиозный конфликт выкопали, но тем не менее, оно было чрезвычайно популярно, может быть, не из уст официальных кремлевских спикеров, но из уст некоторых около кремлевских спикеров. И тогда, например, я помню, что Петр Мазепа, он как раз вот как ресурс пытался с этой мифологемой бороться, отвечая, что русские, украинские русские вполне могут быть себе частью украинского проекта. Сегодня вы говорите о том, что эта задача перед проектом не стоит. Почему? Потому что такая задача решена или потому что, в принципе, от постановки такой задачи отказались? — Скажем так, эта задача снята с повестки. Мы, безусловно, можем считать эту войну этнической войной при одном единственном условии. Если считать советский народ этносом. В таком случае, да, это война, безусловно, украинского. Это война украинской нации с советским этносом. Тогда, да, в таком формулировке это возможно. Но поскольку у нас сейчас больше на повестке стоит создание политической нации и, собственно, понимание того, как может выглядеть украинская политическая нация, мы сейчас больше работаем в эту сторону. Мы сейчас пытаемся расколдовать землю, вот, избавиться от этого совка в головах, но уже не в более привычных терминах, если перевести вывески, там, переименовать каждую улицу Ленина в улицу Бандеры, хотя, в принципе, мы не то чтобы против, вот, но мы скорее говорим о том, чтобы избавиться от совка в том отношении, что давай, дорогой гражданин, ты перестанешь ощущать себя жителем монастыря, в конце которого все все решают. Давай, ты, наконец-то, будешь ощущать себя действительно гражданином, а не обитателем. Ну, а если попытаться разобраться, вот, кто мы, а кто они, советские люди, это люди, которые, а, патерналисты, б, люди, которые ждут от государства, а с другой стороны готовы к государству подчиняться во всех мелочах, а по другую сторону баррикад кто? По другую сторону баррикад, соответственно, люди, которых сейчас принято называть активным политическим меньшинством, вот, то есть, если мы будем говорить в греческой терминологии, по одну сторону идиоты, а по другую граждане, собственно, идиоты в значении частные лица, не считающие, что они должны интересоваться политическими и гражданскими вопросами. Соответственно, по другую сторону, это граждане, то есть, люди, которые считают, что государство это часть их общего дела, люди, которые видят свою выгоду в непосредственной работе с обществом, в непосредственной работе с государством, непосредственной работе с госструктурами. То есть, это люди, которые политически активны, потому что они знают, что это необходимо. Друзья, я напоминаю, что в эфире дневное шоу, программа, которая выходит каждый день в 12.10 на 549 АМ и в Крыму на 105.9 ФМ. Кроме того, мы есть на сайте Крым Реалии, мы есть в социальных сетях. Милости просим к нам в эфир. Телефон 8 800 10 06 926. Крымчане говорят. Я патриот Украины. Я была такой. До аннексии Крыма я остаюсь такой и по сей день. Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение. Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все. Все равно это просто бред. Все, просто ни одной школы за два года даже не побелили. Не то, что какой-то револю. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. Со своей стороны гарантируем анонимность. Виктор Трегубов, политический обозреватель. Отчасти крымчанин. Шеф-редактор сайта Петр Имазепа. Сегодня гость нашей программы. Виктор, а вот Крым был обречен стать первой жертвой российской агрессии? Да. А почему? В первую очередь потому, что это было чисто технически удобнее. Просто по контексту наличия там военной базы, по возможности быстро занять территорию, отсечь ее от остальной Украины. То есть закрытая территория, на которой уже есть определенный военный ресурс, и на котором этот военный ресурс, в принципе, можно очень быстро нарастить. Чисто технически. Если бы Крым был, например, Хрисонской областью по географии, то это было бы намного сложнее и намного милее вероятно. То есть я тут не буду даже проводить никаких культурных поворолей, лебедь, пяткой груши, дискотаж, там больше людей поддерживали, российские партии. На самом деле не принципиально. Как мы уже увидели, по примеру, Донбасса, по примеру других регионов Юго-Украины, это взлетало там, где была техническая возможность это сделать чисто военное, и где параллельно были местные элиты, на которые технически можно было как-то опереться. Вот совпадение этих двух факторов. В принципе, элиты, на которые можно было опереться, были на самом деле не только в Крыму и на Донбассе. Были они, например, и в подле Бессарабии. Но, соответственно, в Бессарабии не было возможности просто забросить туда кучу военных, а в Крыму и на Донбассе была. Ну, еще можно встретить ту точку зрения, что Крым, вот, общественное сознание очень часто мыслит такими глобальными мифами с большой буквы М. И что в Крыму был русский миф, да, как два города русской славы, Керчь и Севастополь, там, неподавляемый авианосец, край садов и виноградников, там, всесоюзная здравница и так далее. Вот советский или русский миф о Крыме. Советский, советский, но это принципиальная разница. Пускай, да. Был крымско-татарский миф о Крыме, который, пользуясь формулой Максимилиана Волошина, про украденный, растопленный мусульманский рай, про украденную родину и так далее. А украинский миф о Крыме, он вообще был? Ну, украинский миф о Крыме, к сожалению, только начинал формироваться, и этому не уделялось достаточно внимания. То есть, были замечательные люди, которые работали и пытались как-то его формулировать. И даже, как ни странно, я чуть-чуть случайно для себя приложил руку, вот выходила книжечка Сережа Громенко, ты ее наверняка читал. Вот. И меня там тоже немного есть. Именно о украинском Крыме. Украинское правление в Крыму от гражданской войны, от, собственно, колонизации, от казаков и так далее. Но это не было системно. Просто, видимо, в какой-то момент мы считали, что этот миф сформируется сам. Вот, что через некоторое время проживел несколько поколений, и точно так же, как нет, например, какого-то единого украинского мифа о Херсонщине, то точно так же не будет ставить вопрос о каком-то едином украинском мифе по Крыму. Просто Крым будет восприниматься, естественно, частью Украины, и все будет хорошо. Вот. Ну, мы не рассчитывали на войну, естественно. Это была ошибка. Но Херсонщина, даже, кстати, как и Донецкая область, она же все равно входила в часть Дикого поля. Там где-то гулял Махно, там где-то гуляли зеленые в годы гражданской войны. А то по Крыму, собственно, не гуляли разные интересные люди во время гражданской войны, включая Махно. Да, но вот в этом смысле имперский русский миф, он как бы не так сильно пускал корни на украинском Донбассе, и поэтому, может быть, там, не знаю, Авдеевка или Саурмогила для сердца русского не дают таких вот откликов и резонансов, как, не знаю, как, например, там Керчь, Севастополь или там Балаклава и так далее. Ну, тогда, если судить такими мерками, то, извини, вот этот вот локально-крымский миф, он на горах заканчивается. Вот объективно, потому что Джанкой, он ближе к тому же Дикому полю в этом плане мифологии, чем, например, к тому же Севастополю или даже к Феодосии, чисто технически. Тогда надо говорить не о Крыме, а о южном береге. Ну, получается, приморская линия такая. Да, приморская линия, южный берег и восточный. Ну, возможно, это и так на самом деле, но это тогда уже отдельно, даже не крымский, а скорее локальный миф, сказочная страна на южном побережье. А вот интересно, если бы, например, представить, что в 2014 году войны нет, что Владимир Путин решил обнулить Майдан так же, как он поступал в 2005 году, скидками на газ, вот этими... То есть Россия из года в год подчиняла свою экономику интересам своей политики, заставляя всех окружающих подчинять свою политику интересам собственной экономики. То есть, условно говоря, мы вам дадим скидку на газ, да, для нас будет невыгодно, но вы зато переквалифицируете свою политику под наши интересы. И вот если бы такое же сработало в 2014 году, Крым, он бы влился в украинское тело? Мне сложно об этом говорить, потому что в моей схеме, которую я себе тогда рисовал, Украина бы влилась в тело неороссийской империи. Да, безусловно, Крым бы, скорее всего, при этом не отжимали, но, собственно, зачем отжимать было бы Крым, если бы была потихоньку отжата де-факто вся Украина. Опять-таки, в Кремле никто не мыслит на самом деле категориями какого-то там национального освобождения или заботы о русских. В Кремле мыслят категорию перевода, перехвата контроля над экономическими и политическими активами. Если был бы перехвачен актив над экономическими и политическими активами Украины как таковой, вот кому-то Крым сам по себе локально сдался. Как-то так. Я просто пытаюсь понять, в этом смысле, вот 23 постсоветских года, а время работало на Украину в вопросе Крыма, вот даже если не брать контекст 13-14, а в принципе за эти 23 года, время работало на Украину или время работало против Украины в вопросе Крыма? По твоим ощущениям? Тут у нас разница среднесрочной и долгосрочной перспективы. В долгосрочной перспективе, как мне кажется, время работало бы на Украину. Если бы еще несколько поколений, вот таким же образом Крым бы пробыл под администрированием Украины, то демографическая ситуация, в частности, да, и культурная ситуация бы все-таки драйфанула, да, то есть шло. Ну, мы вообще по всей Украине можем наблюдать, как украинский национальный проект, он сам по себе, украинское национальное самосознание, вот эта самая сведомость, которую наши ватные друзья используют как ругательство, она, в принципе, так или иначе прогрессирует, перекидываясь на больше и больше регионов. Ну, то есть мы можем, например, судить, что сейчас Харьков примерно такой же, как Киев был в начале нулевых, в плане вот соотношения, извините, буду грубо говорить, ватников и не ватников. Вот сейчас Харьков, как Киев, был в нулевые, когда все ругают, или когда даже западная Украина была в 90-е. Соответственно, да, до Крыма бы дошло одним из последних, по чисто демографическим моментам, но дошло бы, да. То есть если бы прошло бы еще, то Симферополь был бы таким же лет еще через 15-20. Возможно, быстрее, возможно, медленнее, но сопоставимо. То есть в долгосрочной перспективе это бы играло на Украину. В градкосрочной перспективе, в среднесрочной, это украинское бездействие в плане культурной ассимиляции, в плане какого-то вообще культурной работы с Крымом не играло Украине на руку, потому что чисто технически мы могли бы, наверное, себе представить ситуацию, когда захват Крыма был бы осложнен, если бы Украина там в нем 20 лет проводила бы какую-то более, я бы даже не сказал более серьезную, скорее более тонкую национально-культурную политику. Мне кажется, это возможно. Я не уверен, что это сработало бы, но это могло бы стать одним из факторов, который помог бы крымской безопасности в целом. А вообще можно ли было бы как-то аннексию Крыма предотвратить? Очень часто можно встретить ту точку зрения, что Владимир Путин не случайно так долго не признавал наличие российских войск в Крыму для того, чтобы иметь возможность отыграть назад или сказать, что это были не наши ребята, а какие бы то ни было еще. И существует точка зрения относительно того, что если бы там было серьезное противостояние со стороны украинских воинских частей, то, возможно, мы бы не обнаружили там 18 марта в Кремле акта подписания о включении там полуострова в состав Российской Федерации. Или это все-таки иллюзорная такая надежда о том, что военным способом можно было отбиться от империи? Я не уверен. Вообще так получилось, но у меня вообще как-то очень смешная судьба складывается, что я служил в части, которая ушла из Крыма. Более того, я служил в части, которая ушла из Крыма с минимальным количеством дезертиров относительно любой другой крымской части, плюс ушла с кассой, плюс ушла с деньгаемой, плюс ушла с техникой. То есть в этом плане часть считалась образцовая, за что потом от Минобороны была специфическим образом вознаграждена. Ну, это правда. С этой частью было все хорошо, но я знаю, как было с другими частями. Когда у морпехов не просто дезертировало, а переметнулось на сторону врага где-то, ну, не знаю, там две трети примерно, можно, конечно, говорить о том, а могли ли мы это предотвратить. Возможно, какой-то отдельной культурной работой это число можно было бы снизить объективно. С другой стороны, опять-таки, знаю по рассказам ребят, что в основном стояли экономические факторы. У тех, кто переменулся, в основном стояли экономические факторы, потому что они вот приходили к своему команданию с выкладкой, показывали, вот моя зарплата, вот столько мне до пенсии, вот столько я получу, а вот столько мне предложат, собственно, россияне. Как самое смешное, что в итоге россияне предложили, как правило, значительно меньше. Вот, мы все знаем историю, когда одному персонажу за, собственно, за продажу родины называли сумму в долларах, а выплатили в рублях ту же сумму. Вот и реальный случай. Вот, но, соответственно, тогда им это казалось логично. Могла ли Украина тогда платить своим военным столько, чтобы... Мне кажется, опять-таки, что если бы Украина платила своим военным больше или сопоставимая, либо больше, чем Россия тогда, они бы забили на весь русский мир. Ну, объективно. Но могла ли Украина тогда это себе позволить в чисто экономическом плане? Я не уверен. Но ведь в значительной степени история про Крым, про предательство силовиков, про все, что началось следом, это же история, которая очень таким четким водоразделом разрубила украинская реальность на до и после. И если до этого там армия была некой синекурой, где можно было досидеть до пенсии, в принципе, на гособеспечении, а, не знаю, там работа в силовых органах означала причастность к касте, где ты получаешь полномочия, но не получаешь особенных обязанностей, то после 14-го это все изменило. И вопрос главный. А как аннексия поменяла Украину? Я не могу рассматривать аннексию Крыма в отрыве от войны на Донбассе, если мы говорим о контексте изменения страны как таковой. С одной стороны, понятно, что это поменяло даже демографическую и демографико-политическую картину, да, то есть никто не хочет на самом деле так возвращения Крыма и Донбасса, как депутаты от оппозиционного блока. Вот, у них там электорат остался во многом. Но, с другой стороны, сама война, она очень много голов перевернула и переделала. Вот, опять-таки, у меня, ну, так технически получилось, что у меня, помимо даже тех ребят, которые университетов, ушли из Крыма, вот, по моей службе, по военной службе, когда я служил по мобилизации, шестая волна. Вот, я сталкивался с очень многими ребятами, которые из Крыма сами либо просто родом, но вот как-то так попало, что они тоже пришли служить либо в эту часть, либо в соседнюю, либо они из Крыма вышиваются в составе других частей. Половина из них говорит, «Елки-палки, я верил в русский мир! До весны 2014 года! Я дебил!» Вот, то есть, очень многим это быстро почистило голову. Мы поняли, что утверждение, что Россия есть нашим врагом, это не выдумка националистов, которому просто надо себя кому-то противопоставить, чтобы чувствовать себя существующим. Нет, это, к сожалению, объективная геополитическая данность. К сожалению, мы живем рядом со страной, которая для самоутверждения нужно нас укокошить. Ну, вот так получилось технически. Вот, родители картошку из соседней страны, нас не выбирают. Ну, это да, это правда. Очень многие люди, которые... И в этой студии, я помню, бывшие военные, которые служили в Крыму, они рассказывали о том, как вот, собственно, эти три недели в осаде российских силовиков очень сильно прочищали мозги и как-то повлияло на их решимость выйти, например, в ту же Николаевскую область. Но вопрос. Ведь Украина очень долгое время была пространством, где конкурировало два мифа. С одной стороны, русский имперский об Украине, как Малороссии. С другой стороны, украинский этнический, где вот важна, на каком языке тебе колыбельное пели, висел у тебя дома там портрет Кобзаряя с рушником. А потом, в 2014 году оказалось, что украинский проект инклюзивен, а не эксклюзивен, способен включать как армян, так и азербайджанцев, как крымских татар, так и этнических русских, евреев, и кого бы то ни было еще. И вопрос, который, наверное, вот для южных или для восточных регионов очень важен. Украинец, которому в детстве не пели колыбельное на украинском, у которого на полке стоял Лермонтов, а не Иван Франко, украинец, который этнический, русский, вот ему место в украинском проекте найдется, и если да, то какое? Ты, мне кажется, сопоставляешь два проекта, там, где на самом деле четыре. Вот, потому что ты, во-первых, говоришь о русском проекте, который на самом деле был всего лишь, который был скорее в головах нескольких утырков вроде «Недоброй памяти Бузины». Вот, вот именно вот этот имперский проект, вот попахивающий белогвардейщиной и портянками Гиркина, вот, он же на самом деле сам по себе не популярен был никогда. Им иногда подменялся советский проект. Советский проект, это, он немножечко другой. Советский проект значительно более инклюзивен сам по себе. Вот это инклюзивный проект Советской Над Империи. Но, с другой стороны, был не только украинский проект «Хрущинов и Вышним и Гудудь», вот, «Благодарить слугам и Идуть, Donc, отпрошу». Вот, а был же изначально украинский, собственно, инклюзивный проект, в котором, собственно, было место и крымским татарам, было место и, собственно, украинским национальным меньшинством, и рано или поздно мы технически к этому придем просто по той простой причине, что в современном мире, ну хорошо это или плохо, но это объективная, демографическая данность, а демография, это точная наука. В современном мире эксклюзивным проектом, заточенным исключительно на одну нацию, одну культуру, айнрейкан фолькенфюрер, уже просто места нет. Это технически так. То есть даже если кто-то захочет это построить, эта концепция будет слишком искусственная, чтобы долго продержаться. Поэтому мы так или иначе придем к той простой идее, что крымские татары-украинцы, они могут быть мусульманами, и этого очень многие боятся. Ой, как мы... Особенно люди, которые ни разу в жизни крымского татарина в глаза не видели, они очень боятся, что крымские татары-украинцы. Вот. Они могут быть... Они могут говорить на своем языке, но у них часть украинской нации, это важная часть украинской нации, это богатство украинской нации, и это круто на самом деле. Я просто еще, ты знаешь, часто вот думаю о том, что вот начиная с 14-го года отдельные регионы Украины, полуостров, отдельные районы Донецкой и Луганской области, они оказались в советском, если угодно, проекте, в неосоветском проекте. Кто-то, как Крым, включен в официальный российский контур, кто-то, как Донецк и Луганск, становится таким себе либо Магадиша, либо Новым Приднестровьем. При этом в Украине происходит изменение. И вот сегодня, оглядываясь назад из 17-го года, мне очень сложно понять. А вот я всю свою жизнь там жил на улице Матезалки, да? Я жил в городе, в Симферополе, в котором была улица Белокуна, была улица Землячки. И сегодня ты оглядываешься назад, читаешь биографии этих людей, думаешь, елки-палки, вот как это было странно гулять по проспекту Кирова, гулять по площади Ленина или там жить на улице Белокуна и так далее, и так далее. В Украине сегодня этой реальности уже нет, но она сохранилась там. Тот разрыв, который вот начал происходить с момента оккупации и аннексии, и который продолжает нарастать с каждым днем, эту пропасть, ее можно будет перепрыгнуть после деоккупации? Да? Ты будешь очень сильно смеяться, но мне стоило больших трудов общения с рядом депутатов Киев-Рады и нескольких медийных разоблачений банальное желание переименовать улицу Лаэша Гавра в Киеве на улицу Орданскую. Более того, ее очень хотели переименовать в честь Поляченко на улицу Поляченко. Так, теперь нужно, я думаю, нашим слушателям, да и мне все эти фамилии объяснять. Ну, Лаэш Гавра, венгерский интернационалист-революционер, Поляченко регионал, вот ныне покойный регионал, голосовавший за Харьковское соглашение, и отец ныне живущего регионала теряя по Блоковце, вот. А, собственно, Иорданское это в честь озера по соседству. И, да, пришлось приложить большие усилия, пришлось развенчать накрутку на сайте Киевсовета, накручивали в пользу Поляченко. Пришлось вскрыть информационные вбросы в пользу переименования Поляченко. Но это можно было проделать, это было проделано, и сейчас улица называется Иорданское. Я не вижу причин, по которых это невозможно будет проделать в других местах. Более того, мы прекрасно на самом деле видим, что нет никакой принципиальной сложности это сделать даже с городами, даже на Донбассе, да, то есть у нас прекрасно переименованы города на Донбассе, у нас уже народ привыкает к слову Бахмут, вот, хотя на моих глазах Артем Москва превращался в Бахмут, вот, так что это нормально, это прекрасно делается, это делается намного быстрее, чем кажется. Я просто думаю о том, что Украина внутри самой себя, сама с собой успевает договориться очень о многих вещах. Например, когда-то, когда появилась идея, там, закона о декоммунизации, он вызывал большие серьезные споры в социальных сетях, на каких-то общественных площадках относительно того, нужно ли на это тратить деньги, насколько это обусловлено, имеет ли смысл воевать с памятниками и так далее, и так далее. Сегодня, в 17-м году, очень странно вспоминать обо всех этих спорах, потому что, ну, как бы, определенный консенсус сформировался. Да, вот все, Ленинов быть не должно, потому что эти каменные стуканы принадлежат пропагандистской машине, ушедшей в небесие империй. Они даже уже не российские, они даже советские. При этом полуостров и Донецк, они застыли во времена, во времени позднего Януковича. Во-первых, там все люди, которые там сегодня осуществляют оперативное управление, это так или иначе люди из такого регионального времени. А с другой стороны, вот эта повседневная ткань, она замкнулась на конце 13-го года с какими-то, я не знаю, с какими-то добавлениями 90-х. Ну, смотри, смотри, невозможно же продолжать десятилетиями гальванизировать трупы Советского Союза, тем более не весь труп, а, простите, только определенные части его тела. Невозможно же постоянно откапывать эту стюардессу, ну, рано или поздно придется закопать. Тут проблема в том, что, ну, висеть в состоянии постсоветского осколка, остаток своего существования, это превращается постепенно в Абхазию. Абхазия имеет бледный вид, и это достаточно очевидно. Рано или поздно, ну, это путь к медленной смерти, поэтому не получится, вот чисто технически не получится. И пока не забыл, опять-таки, если мы говорим, почему с другой стороны плохо работает чисто украинский эксклюзивный проект, который не предполагает вообще других культур, других наций, потому что он дробится до конца. Это проект, который, на самом деле, предусматривает исключительно бесконечное дробление, потому что рано или поздно оказывается, что его сторонники мыслят себе Украину по делам его, даже не собственного села, а собственного района в собственном селе. Вот, и если там уже где-то там в соседнем селе говорят, не знаю, агрос вместо крыжовника, то это уже запроданцы. А с другой стороны, это запроданцы. Мы вот такой эксклюзией, мы дойдем исключительно до, даже не до федерации, а до очень больших кучи очень мелких Украин, очень маленьких, каждая из которых исключительно верит в собственную праведность. Поэтому рано или поздно мы должны прийти к интегрирующему проекту. Безусловно, этот интегрирующий проект не должен включать в себя советскую часть. Просто потому что... Советскую ментальность или советские регионы? Не то, стоп, имею в виду... Советскую часть. Советско-историческую часть. Нет, я имею в виду советскую меметику, советскую идеологию, советскую, как бы это сказать, экономические воззрения. Просто потому что, ну, это все равно, что в жаркое падаль положить. Она не работает просто потому, что это отживший элемент. И на нем невозможно строить ничего. Невозможно сейчас воссоздать советскую экономику просто потому, что для этого нет условий. Невозможно сейчас поддерживать советскую пенсионную систему, потому что для этого нет условий. Просто потому, что у нас другое соотношение пенсионеров к работающим. Невозможно создать систему, командно-административную систему и плановую экономику. Просто потому, что она не сможет существовать в наших, собственно, современных реалиях. Как бы ни хотелось, это все равно, что попытка отменить законом Крым и третий закон Ньютона. Это не получится. Значит, это необходимо просто отбросить. И памятники Ленину в данном случае, это лишь попытка уцепиться за какой-то уходящий хвостик вот этой эпохи. Она на самом деле не то чтобы особо вредная, но она настолько бессмысленная, что от этого просто придется отказаться. Какой новой России готовится Крыму, какой новой Украине готовится Крыму, об этом будем говорить в нашей студии буквально через пару секунд. Радио Крым Реалий. Самое интересное на самом деле обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезное ожидание тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире. Мы поговорим о том, что происходит искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма. Что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы. Крымчане имеют право знать. Друзья, это снова дневное шоу. У микрофона Павел Казарин, 549 АМ, 105,9 ФМ. Виктор Трегубов, политический обозреватель, шеф-редактор сайта Петр Имазепа. Сегодня гость эфира. Виктор, вот ты говорил о том, что Украина меняется, переосмысливая свой собственный исторический миф. Но получается, что тогда крымчанам нужно быть готовым к тому, что рано или поздно Украина объявит. Период с условного 1921 по 1991 год, это период советской оккупации Украины. То есть по прибалтийскому сценарию взгляд на историю будет коваться в Киеве? Во-первых, не существует прибалтийского сценария. Ну, я условно говорю тем устойчивым словосочетанием, которое распространено на территории полуострова, для описания вот этой исторической оптики. Существует, на самом деле, три прибалтийских сценария, которые очень сложно объединить, просто потому что в Латвей-Литве и, господи, в Эстонии, в Латвей-Литве свои расклады. Вот. А в смысле, готовится ли к тому, что этот кусок истории будет совсем отрезанным ломтем, или что люди, которые приехали в этот кусок истории, будут отрезанным ломтем? Что ты имеешь в виду? Я просто пытаюсь понять. Вот до 2014 года в Крыму было много людей, которые пытались поженить просоветский Крым Украиной, которая пусть даже и медленно, но набирала субъектность, так или иначе, обретала эту самую субъектность. Потом случился 2014 год, стало ясно, что вот эта попытка поженить коня и трепетную лань, она практически обречена, и мы сегодня видим, как Украина становится такой самостной, с собственным взглядом на собственное прошлое. И я пытаюсь понять, вот в 2014 году, знаешь, Украина делала первые шаги, говорила, ну, мы будем эмансипироваться от российского государственного, потом Украина эмансипировалась от российского оппозиционного, теперь она эмансипируется от российского всего. Вот, на твой взгляд, в какой момент будет поставлена окончательная точка в этой самой эмансипации? Я думаю, будет то, что многими будет воспринято, как частичный откат. По простейшей причине. Объективно, мы выйдем на переосмысление некоторых элементов, которые сейчас пытаемся с перепугу отбросить, как российские, как на самом деле свои. Например? Ну, например, вот Янковского знаешь? Да. Вот, Янковского знаешь. С Янковским недавно спорили о том, можно ли считать своими трех богатырителей. Вот, я настаиваю на том, что объективно да. Начнем с того, что эти, что вообще все герои были блин киевского цикла, это герои блин киевского цикла. Тогда нужно отригнуть Садко, потому что это герой новгородского цикла, и поэтому это все для нас. А я Садко, например, никогда не воспринимал как-то, какым-то элементом нашей культуры, вот будешь смеяться, но при этом трех богатарей воспринимал всегда. Потому что это действительно блин киевского цикла, это именно о Киевской Руси. Он мне возражал, что они обнаружены на самом деле на севере Руси. Это правда. Но с другой стороны, это вполне нормально, потому что, как правило, вот такие именно культурные эпические элементы, они лучше консервируются на окраине, чем в метрополии. Точно так же, как языковые нормы. Точно так же, как многие другие элементы, просто потому что окраина консервативнее всегда. Это нормально, но это блин киевского цикла, который относится к киевскому, собственно, к культурному наследию. И отбрасывать их, потому что он привык, что они называются русские былины. Это неправильно, это отрезать кусок себя, вот, и приносить, собственно. Но это фактически, как если бы мы тот же Крым на самом деле просто отдали. Потому что кто-то сказал, что Керчь город русской славы, поэтому берите Керчь. Кто-то сказал, что былины киевского цикла, это русские былины, поэтому берите Лью Муромца. А не пошли бы мы? Ну, то есть Украина будет отбивать свою часть вот этого культурного наследия. Как только. Вот мне это кажется элементом пресловутой меншо-вартости. Потому что считается, что все, что нас хоть как-то может провести, все, где можно хоть провести хоть какую-то параллель между Украиной и Россией, играет во вред Украине на пользу России. Все, что может быть заявлено как хоть немного общее, все, на что могут предъявить претензии и Россия, и Украина, надо отдать России срочно. Вот как собака отгрызает ногу, попав в капкан. Просто потому, что иначе мы в этом капкане вообще увязнем. Поэтому давайте отдадим России вообще все, что хоть может нести на себе хоть какой-то хотя бы абстракт на русский флер. Вот, избавимся от этого и будем жить припевающе. Не вопрос, мы будем жить, может быть, и припевающе, но для нас останется слишком мало. Это вообще очень странный получается спор, очень странный конфликт, с которым мы заведомо готовы отдать все, что теоретически может заявить хоть какую-то претензию оппоненту. Вот, мне кажется, мы рано или поздно дойдем до, как только вот этот вот перепуг спадет, как только мы поймем, собственно, самодостаточность, мы начнем понимать, что, во-первых, мы часть подвигов даже в той же Крымской войне, не говоря уже о Втором мировой, они вообще-то наши. Ну, объективно, окей. Давайте мы вспомним о том, что матрос-кошка, он вообще-то, Патру Маркович Кишка, он вообще-то украиноязычный, если мы будем говорить именно об этих терминах, просто потому, что тогда в той современной Винницкой области, с которой он происходит, иначе не говорили. Давайте вспомним, что должен, даже если брать, то в плод 1905 года макросов в Кулинчук, он на самом деле тоже не из рестантских степей ни разу. И вот в этом крымском мифе, в нем много, на самом деле, украинцев. Так, иначе, ну, в общем, нормальных таких украинцев, которыми числятся в полоте себе подвиги и победы. И отбрасывать их только потому, что их успешно в свое время вписали в российский исторический миф, а не проще демонстрировать российский исторический миф. Мне кажется, проще и логичнее. — Да, очень яркая и очень интересная мысль. И действительно, в этом смысле очень любопытно посмотреть за тем, как украинский национальный миф куётся практически в режиме прямого эфира. Я помню, у тебя в одном из текстов была очень яркая фраза о том, что мы каждый день придумываем себе новые тысячелетние традиции. И это вот как раз-таки, я так понимаю, иллюстрация одного из аспектов этого самого тезиса. Вопрос, который вот уже мне четвёртый раз пишут в комментариях под нашим эфиром в прямой трансляции, когда, собственно, Украина сможет отбить обратно Крым, когда... Возможно ли ситуация, когда победа в войне останется как раз за Киевом и не за Москвой? — Объективно, мне кажется, что возможно. Я сейчас буду говорить вещи, которые одним покажутся нереалистично хорошими, другим нереалистично плохими, но что является мою, собственно, точку зрения? Я полагаю, что Украина может забрать Крым, в том числе силовым путём. Да, это правда. С другой стороны, я полагаю, что Украина может забрать это в эпоху смуты, которая наступит в России. То есть в эпоху либо гражданской войны, либо другого формата конфликта, при котором Москве, грубо говоря, станет не до удержания Крыма. Чисто военным путём. Да, я считаю, что это возможно. Более того, я считаю, что такая смута в России на нашем с тобой веку вероятна. Я не скажу, что она гарантирована, но она вероятна. Вот. И поэтому я считаю, что стратегической задачей Украины вообще должна быть подготовка и психологическая, и чисто военно-техническая к таким событиям. Мы должны быть... Вот Россия была готова забрать Крым военной силой в тот момент, когда у Украины не было технической и политической возможности его отстоять. Сработало. Мы, в свою очередь, должны быть готовы забрать Крым обратно, когда Россия попадёт в такую же ситуацию. То есть, когда в России не будет, например, достаточной командной вертикали, когда в России не будет возможности платить солдатам. А я думаю, что это будет. Очень многие при этом, знаешь, в Украине выражают сомнения, говорят о том, что Украина только-только начала находить некий внутренний компромисс, некий общий знаменатель для вот этих самых разнородных числителей. Если внезапно завтра в тело украинской повседневной государственности вернутся оккупированные районы Донбасса и оккупированные районы Крыма, то что Украина не сможет их переварить и снова будет, условно говоря, инфицирована просоветскими настроениями? Тогда в том числе нам необходимо быть готовы к тому, чтобы это инфицирование успешно преодолеть. В том числе и банально тем, что мы должны быть готовы к тому, что у нас на тот момент в парламенте должно быть минимальное количество российских шпионов, чтобы добавление вполне официально некоторого количества российских шпионов ничего принципиально в общих раскладах не изменило. Да, мы должны быть к этому готовыми. Меня вот сильно смущает то, что мы пока что к этому готовимся недостаточно. Я больше всего боюсь того, что этот момент, вот этот момент этой смуты в России наступит раньше, чем мы будем готовы его использовать, потому что такие моменты, они на самом деле в России случаются, но они случаются недостаточно часто. Если мы один момент поргавим, то второго может быть на нашем веку уже не быть, а если его не будет на нашем веку, то тогда, собственно, возможно, что его уже не будет в целом, ну, по крайней мере, в обозривом историческом будущем. Вот я больше всего боюсь, что этот момент в России случится раньше, чем мы будем готовы, собственно, как-то его реализовать. В Украине очень часто любят спорить о степени эффективности реформ. Кто-то говорит, что идет откат, кто-то говорит, что идет прогресс. Но есть какие-то вещи, которые связаны не с принятием законов, а вот с этими самыми разрухой в головах. Украина во многих вещах сама с собой договорилась, какая-то новая точка компромисса установлена относительно советского прошлого. И даже вот там, не знаю, замена атрибутов и внешней эстетики в армии, и попытка ее дистанцироваться от советского и постсоветского пространства. Это тоже такая история про эмансипацию. И вопрос просто, вот эти все перемены в головах в отношении России, в отношении самих себя. Помню, как Михаил Дубинянский сказал, что критерий суверенности постсоветской страны это собственный взгляд на историю Второй мировой. Вот эти все перемены в головах, они необратимы или их можно откатить назад? Они, любые перемены в головах, в принципе, теоретически откатываемы, но мне это в основной массе людей, для которых они произошли, кажется уже малореальным. То есть для того, чтобы их откатить, их нужно полностью погрузить в информационное пространство а-ля российское, вот, и долго там мариновать. Это технически возможно, но практически я не вижу себе ситуации, в которой это может произойти. То есть, наверное, если нас там завтра всех возьмут и скопом оккупируют, вот, и начнут ездить по мозгам Первым каналом безальтернативно, то, наверное, такое возможно. Практически я не рассматриваю ситуацию, при которой нас завтра оккупируют. Я помню, ты когда-то писал, что в 17-м году тебе значительно спокойнее живется, чем в 14-м, и все разговоры о том, что крах близок тебе смешны, потому что в 14-м Украина ходила по очень тонкому льду, и очень хищные тени под этим льдом мелькали. То есть, тем людям, которые, например, в Россию ждут украинского краха, им можно посочувствовать? Ну, мне кажется, что им изначально можно было посочувствовать, как минимум потому, что они ждали украинского краха с выгодой для себя, и его не могло произойти, и украинский крах не был бы им выгоден на самом деле. Вот. Но сейчас им можно посочувствовать вдвойне, потому что, да, кажется, что его не будет. То есть, я, конечно, никогда не могу надеяться на стопроцентную защиту от дурака, но, кажется, мы выстояли. Надеюсь на это. Во всяком случае, сейчас мне сценарий того, что мы сейчас возьмем и резко упадем, кажется значительно менее вероятным, чем он казался в 2014-м. Ну, это объективно так, потому что у нас, как минимум, уже армия есть. У нас, как минимум, уже есть какая-то никакая легитимная политическая система. Вот. Может, конечно, кто-то завтра побежит ее свергать, но даже в таком случае армия у нас останется. Получается, что Крым был таким якорной цепью, которую удерживала Украину у российского пирса, Крым и Донбасс? Нет. Якорной цепью было вот именно отсутствие этого осознания. Отсутствие этой войны было во многом якорной цепью. То есть, мы не понимали, зачем нам армия. Естественно, когда народ не понимает, зачем народу армия, она или поздно оказывается, что вот война, а у него 3-5 тысяч боеспособных, общая численность боеспособных подразделений вообще по всей достаточно крупной европейской стране. Вот. И да, тогда наступает печалька. Но сейчас такая печалька невозможна, просто потому что Украина уже в своей истории, современной независимой Украины, воевала и воюет. То есть, даже для того, чтобы такая печалька снова наступила, нужно, чтобы пришло несколько поколений без войны вообще. И через некоторое время, да, они, может быть, начнут думать, а зачем нам армия, все равно же никто не нападает. В нынешней системе мировой политики это невозможно. И я даже не назвал бы их идиотами, просто потому что я сам такой был 4 года назад. Друзья, реальность меняет нас, мы меняем ее в ответ. Привет. Виктор Трегубов, политический обозреватель, шеф-редактор сайта Петр Мазепа, был гостем сегодняшнего дневного шоу. Друзья, берегите себя, думайте сами, знайте, мы держим за вас кулаки, переживаем. Не говорите лишнего, не пишите лишнего. Лучше лишнее слушайте и смотрите. Например, Крым Реалии. Все. Хорошего дня. Мы не прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова